So, what is happiness for you? Смонтировать, добавить, опубликовать, поставить на нужное место, чтобы вы зашли, посмотрели и вот. Ну и продолжим, ибо, как у Бендера, ибо, ибо, ну пока не нашел там что там, ибо. Давайте продолжим насчет жидких питательных, жидких питательных дадем. Так, значит, колбу мы уже изучали, смотрели, попробуем ее еще раз в таком, в таком вот ракурсе как-то, как бы ее. Относительно камеры мы можем, я пробовал, даже пробовал фотографии снимать, мы можем видеть только какие-то общие, сильно общие планы, относительно. Вот тех медузок, которые плавают внутри, даже ни фото, ни каким образом я не мог снять более, что-то такого полноценного, поэтому смотрим то, что, то, что, как получается, так вот и видим. Относительно заращивания, вот первым делом мы просмотрели то, что, то, что, то, что получилось лучше. Здесь, если у вас сложилось мнение, что все так просто здесь и феерично, то скажу вам, что это совсем не так. Не все материалы почему-то, не все клетки стартуют так, как бы хотелось на этих жидких питательных средах. Ну, здесь вот, к примеру, я однозначно вижу, вот, ну, вот, каждый день наблюдая, я вижу, что здесь начался какой-то начальный процесс образования вот тех медуз, которые мы видели раньше, но он не идет так интенсивно и вообще можно поставить под сомнение, что это вообще растет на самом деле. Посмотрев, значит, предыдущие материалы и посмотрев этот материал на таком большом количестве, ну, вот, этот материал, который у нас есть, вот здесь у нас уже складывается какая-то определенная понятная стереотипность, как, в принципе, должна выглядеть питательная среда с, вот, с растущими целями. Поэтому, удивительный такой момент, вот, что здесь нужно отметить, как видите, здесь нету никакого процесса выделения газов. Никаких булек, никаких шариков, никаких газов, ничего здесь не газирует, ничего здесь не булькает. Это, я бы сказал, является одним из признаков правильного роста. Примейте это во внимание, что если у вас что-то там забулькало и забурлило, то, скорее всего, добавьте туда еще сахара, потерпите немного, и у вас получится хорошая самогонка с мицелием грибов. Потому что мицелий при росте он никакого газа не выделяет. Возможно ли это у мицелия, который, мы знаем, очень хочет дышать, особенно при росте грибов, используя кислород, и как это все происходит в толще вот этой жидкости, питательной среды. Возможно ли такое? Я скажу, что вполне возможно. Если вы когда-нибудь слышали, хотя бы краем уха, о таком явлении, как цикл Крепса, есть такой Крепс, такой ученый был Крепс, который изучал именно метаболизм в человеческом организме, или в организме животных, скажем так. И вот он, в результате своих изучений, появился такой материал о цикле Крепса. Не знаю, насколько вам будет близка и понятна эта тема органической химии и сложной такой биологии, но в общих чертах этот цикл Крепса может происходить двумя путями. Один из них является анаэробным при расщеплении глюкозы, скажем так, производится АТФ. Аденозинтрифосфорная кислота, которая является батарейками любого живого организма, которая является энергетической субстанцией для организма, за счет этой аденозинтрифосфорной кислоты организм живет. Вот. Так вот, при аэробном, то есть использовании кислорода в цикле Крепса, образуется, если я не ошибаюсь, скажем, для примера, ну, порядка 30 штук этих АТФ. Я точно не помню, но это не так суть важно, вы поймете, в чем суть. Образуется около 30 штук вот этих молекул АТФ. Это то, что называется интенсивный способ обмена. Но иногда при определенных обстоятельствах, при определенных патологических состояниях, этот цикл Крепса может идти по другим направлениям, и, то есть, идти анаэробным путем, то есть без использования кислорода, при отсутствии кислорода, при ишемии тканей или так дальше, организм устроен так, чтобы в любом случае очень иметь большую, обширную защиту для выживания. Так вот, при анаэробном способе вот этого цикла Крепса образуется всего-навсо 2 молекулы АТФ, то есть в 15 раз меньше, чем образуется при аэробном. То есть это экстенсивный, по другими словами, такой способ метаболизма вот этой глюкозы, в котором образуется энергия, но очень мало. Что происходит за процессы именно в этих емкостях? Вот что-то, мне кажется, аналогичное. Идет какой-то процесс метаболизма, процесс жизни, каким-то другим альтернативным способом, но в результате мы видим все-таки огромное количество образования пластического материала в этих емкостях. Насколько образование этого пластического материала вот именно обширно и огромно. Сейчас мы попробуем посмотреть на одном еще ярчайшем примере. Сейчас на секунду отложим камеру, для того, чтобы достать вон те емкости. Если на них посмотреть немного ближе, вооруженным камерой, глазом, они вообще приводят какой-то удивительный трепет. Да, друзья, вы знаете, вот я именно нашел тот экземпляр, который я хотел продемонстрировать. И я вам смогу его сейчас показать. Вчера картинка выглядела намного показательнее и красивее. Сейчас она выглядит, ну тоже выглядит довольно-таки неплохо. И вот я говорю, о чем идет речь. Сегодня они уже сильно сдавили друг дружку. И фактически слились, ну может быть для вас, это одна какая-то там медуза в этой банке. Вчера это выглядело намного просто завораживающе. Вот здесь разные маточные материалы, которые были внесены сюда из такого флакона, где они размножались. Вот они лежали отдельно. Вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот здесь. И вот каждый из них рос вот как будто таким шаром. Притом, в месте их слияния, эти клетки почему-то не взаимодействовали. То есть каждый из этих материалов рос абсолютно отдельно. Размышляя теоретически и практически над всем этим происходящим, можно сойти с ума. Да, и такое может быть. А вообще, эти свойства роста мицелия на вот этих жидких средах, они просто удивляют. Значит, каждый из них рос отдельно. И вот в месте слияния они не срастались. Они как бы оставались отдельно друг от друга. То есть, в принципе, если взять теоретически какую-то возможность отделить вот эту каждую емкость, поместить в отдельный сосуд, то они бы давали вот этот рост. Вот этих клеток изолировано от других, скажем так, других источников. Теперь смотрите, вот от центра почему у нас можно сделать вывод, что это все-таки рост мицелия, а не чего-то другого в этой емкости. Потому что материала было внесено из маточного сосуда много. И, как видим, сам рост клеток происходит именно из этой ячейки. То есть четко прослеживается связь этого мицелия вот с тем материалом, который был сюда внесен. Теперь смотрите, вот приблизительно этот центр и вот приблизительно расстояние до края. Здесь это больше, чем полтора сантиметра, сама длина этих нитей. Интересная дата, это с 3 марта сделана инокуляция. Прошло приблизительно 9 дней, не приблизительно, а 9 суток. Прошло с того времени, как мы ее инокулировали. И вот мы наблюдаем сейчас вот такой вот здесь результат. Что будет происходить с этим дальше? Например, через месяц, до какого размера произойдет рост этого материала? Дальше остаются совсем другие множество вопросов. К примеру, даже такой, как технические работы с этим материалом, да? То есть, как с ним общаться? Нужно будет придумать способ с ним общения, это во-первых. Во-вторых, попробуем взаимодействовать как с этим материалом, как-то с ним поразговаривать, пообщаться, попробуем узнать, что ему нужно. Естественно, мы понимаем, что этот пластический материал, который находится внутри в какой-то момент, он, наверное, закончится. И что с ним произойдет, мы узнаем в следующем потрясающем видеоролике.